Как быстро научиться рисовать, если вы никогда этим не занимались? И как создавать гармоничные и приятную глазу картины, которые будут выглядеть гораздо лучше работ многих современных художников? Рекомендую начать с создания классического рисунка. Научившись пользоваться простыми инструментами и поняв принципы рисования, вам будет гораздо проще перейти к живописи, тем более, что принципы работы с живописью и рисунком в технике ТОП практически не отличаются. Сегодня я расскажу, как всего за полтора месяца обрести достойные навыки рисования, раскрою секреты образования классического рисунка и поделюсь эффективными упражнениями, которые помогут прокачать важные для художника навыки. В результате просмотра этого видео вы получите четкий пошаговый план по созданию рисунка. Вы поймете, что научиться рисовать может каждый, независимо от наличия таланта или опыта обучения в художественном вузе. И, конечно же, обязательно дождитесь анонс уникального курса, доступ к которому мы открываем всего один раз в год. С чего же стоит начать создание классического рисунка? Чтобы изображение получилось гармоничным и приятным глазу, первым делом рекомендую уделить внимание его конструкции. Конструкция значительно упрощает построение рисунка, помогая рисовать даже без знания анатомии. Поэтому особенно она будет актуальна для тех, у кого на изображениях наблюдаются дисгармонии и нарушения пропорций. Чтобы определить конструкцию готового изображения, достаточно внимательно посмотреть на него и увидеть свет, тени, полутона в виде геометрических фигур или так называемых пятен. Наметив, где располагаются самые значимые элементы, мы формируем так называемый каркас. В дальнейшем он позволит нам упорядочить и правильно перенести все детали готового рисунка на холст или планшет. Посмотрите, как строится конструкция на этом изображении. Для удобства мы разбили композицию на треугольники. Конструкция может состоять как из геометрических фигур, так и иметь полностью произвольный характер. Главное, чтобы она была удобной для упорядочивания и сопоставления важных деталей рисунка. Достаточно хотя бы раз понять, как строить конструкцию, чтобы запустить в своей голове образное мышление. Для этого важно приучить себя видеть пятнами. Пятна – это участки, которые тонально отделены друг от друга световой насыщенностью. Чтобы понять, о чем идет речь, выполните простое упражнение. Посмотрите на любой объект и сильно зажмурьте глаза. Объект будет размыт до состояния светотеневых пятен. Вот это и требуется от вас увидеть на рисунке. Именно по методе от пятна и будет основываться дальнейшее выполнение рисунка. Это полностью органичный природе способ ведения работы, основанный на заложенных в нас органах чувств и восприятия. Именно так творили старые мастера, картины которых до сих пор являются образцами истинного искусства. Итак, после того, как мы определили конструкцию, нам нужно будет сформировать одно или несколько основных пятен, которые будут символизировать главные элементы. Затем мы берем и прорабатываем пятно, постепенно формируя средние и маленькие пятна. Процесс напоминает собой получение фото от пленочного фотоаппарата, когда под воздействием проявителя на свет постепенно начинает проявляться изображение. Важный момент. Пространство внутри пятен мы не штрихуем. Штриховка искажает всю реалистичность изображения, потому что полностью противоречит как нашему глазу, который привык видеть пятном, так и самой природе, где нельзя встретить ни линий, ни мазков, ни штрихов. Думаю, что некоторые об этом догадывались, когда во время обучения часами заштриховывали фигуры. Я могу отметить, что это монотонное занятие попросту отбивало у многих дальнейшее желание рисовать. И такое отторжение неудивительно. Штриховка, как надуманный прием, беспощадно дробит изображение на части и разрушает воздушную перспективу. И даже если рисунок выполнен виртуозно, то при детальном рассмотрении мы все же видим этот дисбаланс и подсознательно понимаем, что перед нами искусственное изображение. Конечно, этот прием рисования имеет право на жизнь, и существуют великолепные произведения, написанные линией. Такую манеру нередко использовали в своих картинах Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рубинс и Рембрандт. Но безупречное овладение штриховкой потребует долгие-долгие годы обучения. Поэтому за счет сложности овладения она подходит далеко не всем. В то же время работа пятном дает множество преимуществ. Позволяет обрести навык гармоничного выполнения изображения даже при нулевом уровне в рисовании. Учит работать с кистью, позволяет сосредоточиться на тоновых нюансах картины, дает понимание, как работать с использованием воздушной перспективы, создавая объемные живые изображения приятным и вовлекающим способом. А самое главное, этот навык осваивается значительно быстрее, чем штриховка. Напишите в комментариях, выполняли ли вы упражнения штриховки и как вы к нему относились в свое время. Принесло ли вам оно какие-то результаты? Поделитесь с нами своими впечатлениями. Итак, тонирование пятен мы выполняем графитным порошком и жесткой подрезанной кистью. С помощью этих инструментов проявляем контрастные зоны, затеняем теневые участки и высветляем светлые. Для работы с маленькими пятнами используем кисти меньших размеров. Для высветления ярких областей применяем клячку или специальный карандаш. Следим за тем, чтобы пятна не имели границ. Границы, как и штриховка, способны разработать изображение на части. Также не допускайте, чтобы темные участки проваливались, а светлые, наоборот, лезли вперед. Для этого старайтесь вести работу по всему полотну или планшету. Таким образом, вы сможете соблюсти баланс свето-теневых участков и добиться того, чтобы тени плавно перетекали в полутона, а полутона – в света. Тогда весь рисунок будет смотреться гармонично и целостно. Скажите, вам было бы интересно нарисовать классический рисунок под руководством опытного преподавателя, который шаг за шагом доведет вас до результата? Только представьте, что в конце вы получите изображение, которым можно будет украсить свой дом, удивлять друзей и вызывать у них восторженные возгласы, вроде «Это ты сделал?». Если вы хотите собирать комплименты от окружающих, попробовать себя в рисовании и даже пробудить своего внутреннего гения, регистрируйтесь на обучение ТОП-рисунку. Это уникальная программа, доступ к которой мы открываем раз в год и всего лишь на 7 дней. То есть, начиная с завтрашнего дня, у вас будет неделя, чтобы присоединиться к числу счастливчиков, которые совсем скоро смогут рисовать красивые реалистичные изображения. Методика рисования ТОП отличается от традиционных техник, которые изучают в современных художественных школах. Здесь вам не нужны выдающиеся способности. Достаточно поэтапно вести работу, по понятной схеме, благодаря которой изображение шаг за шагом будет проявляться на полотне. И совсем не важно, что до этого вы совсем не рисовали. Необходимые навыки для создания живого изображения вы получите всего за полтора месяца. Обучение состоит из нескольких уроков, записанных в формате от простого к сложному. Уже на первых уроках вы научитесь создавать конструкцию и формировать на ее основе композицию, работать от пятна без использования чуждой для глаза штриховки, формировать светотеневой рисунок для получения объемного и реалистичного изображения. Обучение происходит комфортным образом, а потому доступно каждому независимо от возраста, образования, таланта. Программа адаптируется именно под ваш темп изучения материала. Вы можете обучаться в свободное от работы время. Это очень удобно для тех, кто всегда хотел научиться рисовать, но не знал, как совместить насущные дела с обучением. Теперь у нас есть прекрасная возможность постичь секреты создания классического рисунка. Благодаря уникальной образовательной концепции, которая была разработана мастерами нашей школы, у вас не будет ни единого шанса не усвоить учебный материал, ведь вас буквально за руку проведут по всем этапам программы. Вы всегда сможете получить исчерпывающую консультацию от преподавателя, который не только укажет на совершенные ошибки и поможет их исправить, но также научит вас думать и анализировать, чтобы работа выполнялась осознанно. В итоге вы получите не просто опыт создания рисунка, а знания и умения, которые позволят вам создавать какие угодно графические изображения. Вы будете четко понимать, как получить тот или иной результат, и сможете нарисовать картину полностью самостоятельно, с нуля и до результата. Не упустите возможность научиться создавать классический рисунок, особенно если вы всю жизнь мечтали рисовать, но так и не решились на это, либо разочаровались в себе во время обучения в обычной художественной школе. Регистрируйтесь по ссылке в описании, чтобы получить доступ к уникальной программе по технологии ТОП. Предложение будет доступно всего 7 дней, а потом превратится в тыкву. Так что не опаздывайте. А пока вы принимаете решение, предлагаю посмотреть прошлый выпуск и узнать, как продавать свои картины и участвовать в выставках. Не прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!